На гулянье в Сокольниках День первого мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов старого гуляния сидит парочка, мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Перед ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанные колбаса, апельсинные корки и прочее. Мужчина пьян жестоко. Он сосредоточенно глядит на апельсиновую корку и бессмысленно улыбается. «Натрескался идол!» — бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. «Ты бы прежде, чем пить, рассудил бы бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса, все равно. А я-то старалась, брала чего получше». Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби. «Маши, Маши, куда эти люди ведут? Никуда их не ведут, они сами гуляют. А зачем городовой идет? Городовой для порядка, а может быть и гуляет. Эх, а ты чего допился, уж ничего и не смыслит. Я, я ничего. Я художник, жанрис. Молчи!» Натрескался, но и молчи. «Ты чем бормотать, рассуди лучше. Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные глаза. А ты без внимания, словно тебя и нет тут. Глядишь и как в тумане. Художники норовят теперь природу подмечать, а ты как зюзя. «Природа!» Говорит мужчина и крутит головой. «Природа!» Птички поют. «Крокодилы ползают, львы, тигры, мили-мили. Все люди, как люди, под ручку гуляют, музыку слушают. Один ты в безобразии. И когда это успел, как это я не доглядела, Маша!» Бормочет цилиндр бледнее. «Скорей!» Что тебе? «Домой желаю!» «Скорей!» «Погоди!» Потемнеет тогда и пойдем. А теперь совестно идти. Качаться будешь. Люди смеяться станут. «Сиди и жди!» «Не могу!» «Я...» «Я домой!» Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться. Дама конфузится. «Убей меня, Бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду!» Бормочет она, поддерживая мужчину. «Один срам только!» «Добро бы законный был, а то и как с ветру!» «Маша!» «Где мы?» «Молчи!» «Постыдился бы!» «Все люди пальцами показывают!» «Тебе-то как с гусь и вода!» «Мне-то каково!» «Добро бы законный был, а то так даст рубль в месяц!» «Попрекает!» «Я тебя кормлю!» «Я тебя содержу!» «Очень мне нужна!» «Да плевать я хотела на твои деньги!» «Возьму и уйду к Павлу Ивановичу!» «Маша! Домой!» «Извозчика найми!» «Ну иди, ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонки! Мне с тобой совестно идти!» «Иди прямо!» Дама ставит своего незаконного лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина поддается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих из скамьи, спешит вперед. Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена. «Палочек, сударь, не желаете ли?» обращается к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей. «Самые лучшие перцовые!» «Бамбукс!» Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса. «Куда это тебя нелегко несет?» останавливает его дама, хватаясь за рукав. «Ну, куда?» «Где Маша?» «Маша ушла?» «А я-то кто?» Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно. «Убей меня, Бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду!» Бормочет она вся красная от стыда. «Последний раз терплю такой срам! Накажи меня, Бог! Завтра же уйду к Павлу Ивановичу!» Дама робко поднимает глаза на публику в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами, и ей становится легче.